Вчера в Екатеринбурге состоялся региональный отборочный тур Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна». Давайте посмотрим отрывок. И у нас в гостях представитель арккомитета фестиваля Виталий Семисенко. Доброе утро. И член жюри фестиваля Валерия Араскина. Доброе утро. Так, Виталий, наверное, к вам вопрос. Расскажите про фестиваль. Какие цели, какие задачи у этого фестиваля конкретно? Доброе утро, дорогой Екатеринбург. Мы очень рады приехать к вам с нашим культурно-благотворительным фестивалем «Добрая волна». Мы накрываем «Добрая волной» 11 городов России. Мы уже были во Владивостоке, в Ярославле, в Ростове-на-Дону. В Севастополе. Большая география. Большая география. Еще планируем накрыть Калининград, Москву и завершить все это большим галоконцертом в Казани. Наш фестиваль проводится для поддержки детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Это в том числе дети-инвалиды, дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, малоимущих семей. То есть дети с какой-то определенной болью, как физической, так и душевной. Мы проводим фестиваль при поддержке Республики Татарстан, при поддержке мэра Казани и главный организатор фестиваля – Академия Игоря Крутого в Москве. Генеральный продюсер, наш замечательный композитор, народный артист Игорь Игоревич Крутович. Кто сегодня не знает. Много ли участников этого фестиваля? В каждом городе у нас порядка ста участников. Вот Екатеринбург, один из лидирующих городов, набрал 110 участников. Вчера мы провели огромный отборочный тур. Приезжали участники и из Челябинска, и из Магнитогорска, и из Тюмени. То есть не только ваши земляки, не только Екатеринбург, но и близлежащая область, весь Урал. Ребята нас покорили своей искренностью, своими талантами, и мы очень рады, что мы можем делать такой проект для детей, которые в этом нуждаются. Наша основная задача – это объединить всех детей, показать, что все дети одинаковые, все равны и могут конкурировать в абсолютно равных условиях. В каких номинациях проводится фестиваль? У нас четыре номинации. Это игра на инструменте, это музыка, вокал, хореография и сценическое искусство, куда входит оригинальный жанр, жестовое пение и, естественно, чтение прозы и стихотворений. Довольно обширная категория получается. Да, достаточно интересно. Ну и как Екатеринбург себя показал? Давайте так, как Урал себя показал? У вас уже есть с чем и с кем сравнить? Урал нас удивил во всех номинациях. Все дети талантливые, открытые и самое главное, что имя движет. У каждого своя мечта, а если есть мечта, то нет никаких преград для преодоления своих целей. В каждом городе, особенно в Екатеринбурге, удивило, что дети, даже обладая какими-то очень серьезными недугами, потому что у нас есть дети, которые болеют ДЦП, есть дети с аутизмом, есть участники Екатеринбурга, которые болеют шизофренией, но они выходят на сцену и как будто по волшебству они оживают. Вот что значит оригинальный жанр. Вот что сила искусства, понимаешь? Сила искусства творит чудеса, свет софитов, аплодисменты зрителей, они оживают, становятся яркими, веселыми и показывают какие-то невероятные, если это хореография, трюки, если это вокал, то способности диапазонов. И владение своим голосом. Вопрос уже, наверное, Валерии. Уже есть победители фестиваля? Да, конечно. Мы вчера определили победителей. По каким критериям были определены? Ну, у нас очень сложная задача у членов жюри, потому что это необычный конкурс, потому что это конкурс для особых детей, но это конкурс. И мы все равно должны опираться на какие-то профессиональные качества конкурсантов. Это очень непросто в формате этого фестиваля, но все-таки это конкурс. Вот, и мы, ну, спорим, конечно, и пытаемся найти вот эту вот золотую середину, которая может помочь талантливым детям со сложными ситуациями. С ситуациями, да. Все-таки идти дальше, может быть, даже в будущем по профессиональной дороге. А все-таки что ждет победителей фестиваля в будущем? То есть, что ждет призера? Награды, участников дала? Ну, во-первых, получают все участники, без исключения, дипломы, вот, и какие-то ценные подарки, верно? Вот, от нас, от организаторов. А победители? Победители первые места едут на галоконцерт в город Казань в ноябре месяце. Но сегодня будет еще проходить какой-то галоконцерт. Расскажите, пожалуйста, где, во сколько можно услышать, увидеть? То есть, там как раз будут названы победители, которые уже определены. Совершенно верно. Вот оно что. Я правильно понимаю, что победители по Уралу? Да, Урал, все верно. И уже дальше в Казани будет продолжение этого конкурса. Так, вернемся к галоконцерту, который пройдет здесь сегодня. Сегодня мы во Дворце культуры железнодорожников в 19.00 стартует большой галоконцерт, который проводится по итогам отборочного тура, который прошел вчера в Екатеринбурге. То есть, вчера жюри определила лучшие номера, определила победителей фестиваля, определила второе, третье место. И сегодня мы в конце галоконцерта раскроем эту тайну. Сотни участников наших в ожидании, у них бьются сердца, они ждут, они очень хотят победить, получить дозу своих аплодисментов. Сегодня на галоконцерте в 19.00 во Дворце культуры железнодорожников мы объявим победителей регионального этапа Добра волна Екатеринбург. Вот у меня такой вопрос, я как активный участник в прошлом, в различных конкурсах, фестивалях, сколько членов жюри в команде? Ну, в каждом городе, скажу честно, по-разному. На углу, конкретно по Уралу. По Уралу сейчас скажут 4-5, по-моему. Я не понимаю, то есть фестиваль переезжает из города в город, и именно в городе уже определяется тот состав жюри. Да, 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 в основном это местные люди, хореографы. А кто был в жюри здесь у нас в Екатеринбурге вчера? В Екатеринбурге у нас председатель жюри, это Валерия Араскина, педагог по вокалу Академии Игоря Крутого. По сценическому искусству Артем Аксенов, руководитель Центра правильной речи «Речевик». По хореографии у нас оценивала Мария Бочкарева, это руководитель фестиваля «Танцующие человечки». Также нам помогали депутаты законодательного собрания, у нас был депутат законодательного собрания Зубарев Михаил Юрьевич и Юлия Зубрилкина, это мисс Екатеринбург, президент благотворительного фонда «Мечта». В общем, действительно, состав жюри очень профессиональный. Да, и очень здорово работать с людьми, которые живут в том или ином городе, и видна атмосфера, культурная атмосфера. Для меня это счастье. Знаете, приехать и увидеть, что происходит в каком городе. В следующем году наверняка же будет такой же фестиваль, повторение этого фестиваля. Скажите, как можно подать заявку, зайти на сайт, написать, позвонить? Что нужно сделать родителям, у которых есть одаренные, но вот такие вот особенные детки? В следующем году нужно обязательно следить за информацией на нашем сайте Добрая Волна, добраяволна.ру. Как только появится информация о том, что открыт прием заявок на Добрую Волну 2020, заходить на сайт, в раздел «Отправить заявку», заполнить элементарную форму, отправить заявку с вами, связываются наши менеджеры, принимают заявку, и мы ждем вас на фестивале. Хочу, кстати, еще отметить, что в Екатеринбурге это третий год подряд проходит, и очень радостно видеть участников из года в год, которые пришли в прошлом году, но не заняли никаких мест, и по рекомендации наших педагогов исправили какие-то свои ошибки, и пришли в этом году, и вот Валерия вчера отметила, что пришли. Да, они очень здорово, что прислушиваются к рекомендациям. И действительно, вот то, что мы услышали в этом году, ряд участников, они правда проработали те моменты, о которых мы говорили в прошлом году, в совершенно другом уровне сегодня показали. Это здорово. То есть, вот я сейчас просто хочу специально что-то проговорить, и это больше относится к родителям, которые переживают за то, а если я вот покажу своего ребенка, а вдруг он проиграет, то он закроется там и так далее. То есть, нет, абсолютно другая, да, тенденция, что обязательно нужно идти, даже несмотря на то, что если ребенок что-то с первого раза не получилось, выслушать, и все получится дальше. Конечно, и этот конкурс, да, это конкурс еще раз, но у нас такая атмосфера, дети общаются друг с другом. Я уверена, что после конкурса они будут продолжать общаться, потому что это общение происходит в очень доброй, и в такой настоящей человеческой атмосфере. И это очень хорошо для социализации этих детей, и это очень важно, потому что я считаю, что это даже важнее, чем какие-то профессиональные истории. Спасибо. Вы правда занимаетесь очень интересным, добрым делом. Наша задача, чтобы дети выявить не только лучших, но и объединить всех детей и сделать для них праздник. Мы очень хотим, чтобы нас Урал поддержал и также продолжал дальше работать с этими детьми. Так, еще раз, во сколько, где, куда? Приглашайте. Сегодня в 19.00, Дворец культуры железнодорожников, Челюскинцев 102. Приходите на голоконцерт Доброй волны Екатеринбург, получайте хорошее настроение, поддерживайте наших участников, но, конечно, узнаете тайну, кто из ваших земляков отправится в Казань на голоконцерт к Игорю Крутому. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что пришли сегодня к нам. Никуда пока не уходить. Мы движемся дальше. Хотите разнообразить свой рацион? Мы предлагаем вам приготовить вкусное пряное сливочное масло в домашних условиях. А как его хранить и как использовать, узнаем из нашего следующего сюжета.